Привет, друзья! Сегодня у нас с вами чебуреки. Что такое чебуреки? Для каждого из нас, кто родился в Советском Союзе, это не просто очень вкусная еда. Нет, это является символом, символом семьи, студенческих лет, безбашенной молодости, времени, проведенное с друзьями за бокалом пива в местной чебуречной. Будьте добры помедленнее, я записываю. Я вам сегодня объясню, почему же в наш рецепт вдруг попал ирландский виски и утка. Обычно же чебуреки делают из чего? Баранина, жирная баранина. Это очень-очень вкусно. Много лет назад, вы уже наверняка помните, я много раз рассказывал, что я работал во многих ресторанах Европы. Вот в Ирландии, когда я был шефом, мои, скажем, коллеги попросили меня, сказали, Энди, приготовь что-нибудь из русского, что-нибудь сытненькое, вкусненькое, так, чтобы мы расширили свои горизонты русской кухни. Дело в том, что каждое воскресенье в конце рабочего дня у нас было небольшое пати. Кстати, это является традицией в Англии и в Ирландии. В конце рабочей недели делается небольшое пати. Готовится вкусная еда для персонала ресторана, наливаются по бокалу по два пива, люди сидят, отдыхают, вспоминают прошедшую рабочую неделю, делятся своими впечатлениями, кушают, выпивают и идут домой. И в понеделик начинается все заново. И тут мне пришло в голову, а почему бы не приготовить чебуреки? Вкусно, сытно, что-то по-новенькому. Ирландцы такого блюда не пробовали. В тесто я обычно добавляю водку. Кинулся, водки у меня под рукой нет, только ирландские виски. Баранины тоже нет. Воскресенье, холодильник пустой, ничего нету. Лежит пару уток. Короче говоря, я недолго думая, в тесто виски, утку на фарш. Все были очень довольны. Мои коллеги-повара, многие взяли рецепты, и я с некоторыми до сих пор переписываюсь. Они говорят, что Энди, мы, говорит, до сих пор готовим бюреки для нашей семьи. Очень нам понравились. Они называли их бюреки вместо чебуреки, ну, потому что очень сложное слово. Давайте я вам покажу этот рецепт. Надеюсь, что он вам тоже понравится. Всякие нюансы я вам буду, опять же, по ходу пьесы рассказывать. С чего все начинается? Начинается все с вкусного бульона. Не с теста, а именно с бульона. Вот у меня утка. Сейчас я ее разберу, отделю косточки от мяса. Мясо положу сразу обратно в холодильник, и будем варить с вами крепкий бульон. Время займет это в среднем 2-2,5 часа. После этого мы его с вами профильтруем, а холодильник. И у нас с вами должно получиться вот нечто. Такая вот история. Это я вчера накануне уже сварил, сделал. Так, чтобы я не занимал ваше время. Но, тем не менее, для тех, кто не знаком, как сделать вкусный бульон именно для хинкали или же для чебурек, я вам сейчас покажу. Я начинаю разбирать утку. Косточки отдельно, мясо отдельно. Не принципиально, как вы будете ее разбирать. Нам нужна мякоть. У курицы я всегда вырезаю железу. У утки я сразу все это дело срезаю и выбрасываю. Дело в том, что если вы оставите вот небольшой кусочек железы, вы просто испортите свое блюдо. Вы можете готовить чебуреки, конечно же, из говядины. Многие готовят из свинины. Мусульмане, конечно, не кушают свинину, готовят только из баранины. Баранина – это классика. Это именно то, с чего вообще этот рецепт был еще придуман многие столетия тому назад. Все мясо нам для моего рецепта не понадобится. Но, тем не менее, я отделю мясо полностью. Все, что останется, я сделаю потом котлетой. Нам понадобится для сегодняшнего рецепта всего лишь 400-450 грамм мяса. Из этого количества мяса мы с вами приготовим 16-17 больших настоящих чебурек. Мясо разобрал. Посмотрите-ка, замечательные кусочки мяса. Сейчас я направляю это все дело в холодильник, потому что мы будем заниматься мясом немножко позже. Воды много не наливайте. Наливайте воды ровно столько, чтобы она покрыла мясо. Нам с вами нужно сделать крепкий бульон. Ваша задача – периодически очищать поверхность бульона, снимать вот эту пенку. Добивайтесь того момента, когда поверхность уже будет чистая и пенка больше не будет образовываться. Следующий шаг – нам нужно сделать бульон вкусный. Каким образом? Помимо мяса нам нужно еще туда положить овощи и специи. Луковицу я помыл, разрезал наполовинки, оставил кожуру для того, чтобы мы с вами получили красивый цвет бульона. На чугунную сковородочку, без жира, без ничего. Ох, какой запах! Таким вот образом классически делают самый вкусный бульон. Попробуйте так сделать. Не нужно зажаривать на жиру, именно на сухой сковородке сделать. О, видите? Вот это красота! Сюда, сюда. То же самое с морковочкой. Я в бульон бросаю два зубца чеснока, парочку лавровых листов, буквально одну четвертую чайной ложечки черный перец горошком, четыре штучки душистый перец, четыре штучки гвоздика, три-четыре штучки кардамон и пол чайной ложечки кориандр. Именно не молотый кориандр, а с зернами. Что у нас здесь там получается? О, красота! Вот она почернела. Слегка приобрела вкус, цвет. Отправляем в бульон. И небольшой пучок тимьяна. Многие из вас сейчас спросят, зачем ты итальянские специи кладешь в наш бульон? Ребята, а ведь это не такие уж и итальянские специи. Мы с вами говорим о чебуреках. Это блюдо к нам пришло из Крыма. В Крыму чебурец растет повсеместно. Соответственно, народы, которые проживали в Крыму, конечно же, постоянно использовали эти травы. Поэтому мы с вами его добавим в бульон. Я готовлю бульон именно для чебуреков или же для хинкалей. Как только бульон закипел, сразу снижайте температуру буквально на минимум. Смотрите так, чтобы он, знаете, немножечко-немножечко, как бы вот томился. И пусть он у вас томится так, полтора-два часа. Вам необходимо полностью забрать весь вкус из овощей и из мяса. После этого бульон процедите обязательно через ситечко. Убрать все фрагменты, косточек, овощей. Он должен быть чистым. Если бульона много, его немножечко можно еще поварить. Уварить. Так, чтобы у нас в итоге с вами получился именно такой вот вид холодца. Видите, какой он плотный. Но в то же время и достаточно мягкий. Сейчас убирайте лавровый лист. Он нам больше не нужен. Закрываем крышечкой. Маленький огонь. Полтора-два часа. Процеживаем и смотрим. Если бульона много, увариваем еще. Если он по вкусу, губки липнут, значит он готов. Охлаждайте, ставите в холодильник. И завтра будете использовать для своих чебуреков. Пришло время готовить тесто. 4 стакана обычная мука, мелкая, мелкого помола. В полный стакан мука грубого помола. Это уже пятый стакан у нас в итоге получается. Все просеяли. Целевой вес нашей муки, 5 стаканов, должно быть 750 грамм. 250 миллилитров. Греем воду до 70 градусов. 70 градусов. 50 грамм сливочного масла. Воду. 2 столовых ложки оливкового масла. Неполная столовая ложка соли. Полная столовая ложка сахара. Желательно тростниковый. Сахар даст, как и виски, классный цвет. И аромат, и жихлость. Одно яйцо. Ирландские виски. 6 столовых ложек. Если у вас нет виски, конечно, вы можете добавить обычную водку. Температура у него сейчас в среднем 68 градусов. Все сюда. Вот. Мы сейчас с вами завариваем муку. Если почувствуете, что тесто жидковато, немножко добавьте муки. До тех пор, пока тесто теплое, вам будет казаться, что нужно все время добавлять муку. Не торопитесь. Немножко его охладите. Постудите. Вот тот самый, скажем, критичный момент уже прошел. Пока теплое тесто, оно всегда липнет к рукам. Я вымешивал тесто в течение 10 минут. Посмотрите, оно мягкое, эластичное. К рукам не липнет. Теперь его в полиэтиленовый кулек. Оставляем отдыхать на 30 минут. Ровно через 15 минут мы с вами начнем уже делать фарш. Как раз тесто отдохнет, фарш будет готов. Начнем лепить и жарить. Нам нужно с вами 400 грамм мяса. Возьму грудку. И ножку. Прекрасно, 400 грамм. Я не буду его молоть. Я буду резать по старинке. Так, как это обычно делали. Потому что лет 100 тому назад, 200, у крымских татар или греков не было мясорубки. Они все рубили топориками и резали ножами. Вот мы с вами это сделаем тоже. Если у вас нет опыта работы с ножом, конечно же, не нужно. Вы можете покалечиться, порезать себе палец. Поэтому лучше всего используйте мясорубку. Делаю жульен. Жульен это нарезка соломкой. Рубленное мясо в чебуреках, ну или же в мантах, всегда гораздо вкуснее. А надо сочнее. И погнали. Красотища, да? И жирненький, и постненький. И в то же время фактурный. Хорошо. Дальше. Нам понадобится обычная луковица, белая. И возьмем белую часть от зеленого лука. В среднем должно быть не более 200 грамм. Также меленько рубим. 4 зубчика чеснока. В среднем 30 грамм. 2-3 веточки петрушки или же свежего кориандра. У меня кориандра не оказалось. Я бы положил кориандр сегодня. Потому что кориандр вообще шикарно звучит. Вот с такими национальными блюдами. Но, к сожалению, у меня не оказалось сегодня кориандра. Поэтому я использую петрушечку. Много не надо. Когда много петрушки, у вас фарш приобретает колбасный оттенок. Немножечко, если добавите, он сразу раскроется совершенно по-другому. Теперь очень важный момент. Соль и перец. Соли нужно положить 2% от веса. Я всегда взвешиваю. Как определить на глаз, что это будет вкусно? Никак. Вы или же пересолите, или же не досолите. Но есть другой вариант. Конечно же, если у вас нет весов, добавляйте понемножку. Потом все это дело смешали, фарш смешали. И просто маленький кусочек пожарьте. Например, в микроволновой печи. И вы сразу определите, достаточно соли или нет. То есть, вы увидите, что я взвешиваю фарш и зелень. В итоге у меня получается 600 грамм. Значит, мне нужно 12 грамм соли. Берем буквально 50 грамм холодной воды. Соль разводим в воде. Добавляем фарш. Перцы используйте 0,5% от веса вашего фарша и овощей. Чайная ложечка. Следующий момент. Наш вкуснейший бульончик. Нам понадобится в среднем 150 грамм. Бульон полностью, видите, расходится внутри фарша. Не оставляет никаких комочков. Именно потому, что он сварен так, как нужно. Так, ну-ка. Я на ощупь попробую. Да, отлично. Наш фарш готов. Сейчас мы с вами начнем уже раскатывать тесто и лепить чебуреки. Друзья, идем к финишной прямой. Фарш готов. Тесто готово. Фритюр готов. Я пока что еще не включаю его. Рановато. У меня здесь 1,5 литра рисового масла. Если у вас нет рисового масла, оно все-таки достаточно дорогое, используйте обычное растительное масло. Например, рафинированное подсолнечное. Будет прекрасно. Подсолнечное рафинированное масло выдерживает температуру до 250 градусов. Приблизительно столько же, сколько и рисовое масло. Немножечко еще давай помнем. Вам все время будет казаться, что оно требует дополнительной муки. Нет. Видите, ничего не липнет. В этом-то и фишка. Тесто мягкое. Когда мы его будем жарить, оно будет пузырчатое, красивое и слоеное. Так, следующий момент. Нам нужно разделить тесто на ровные кусочки. Как это сделать? Я не буду сейчас раскатывать вот это все, колбаса делать и тому подобное. У меня есть весы. 80 грамм. Делаем куличики по 80 грамм. Ну вот, в среднем 80-82 грамма. Скатали и прямо в мешочек все укладываем. Куличики наши готовы. Давайте делать чебуреки. Вот такое у меня приспособление. Здесь была раньше соль. Теперь мука. Мы в ресторане так постоянно делали, потому что очень удобно. Ну, что там вот это вот так вот щепотками. Это как-то несерьезно. А так вот сразу бам-бам-бам и очень быстро все и удобно. Раскатываем блинчики. Ориентировочно диаметром 18-20 сантиметров. Сильно тонко не делайте. Фарша полная столовая ложка. Ориентировочно 50 грамм. Больше не нужно. Если мы положим много фарша, фарш не прожарится. Распределили. Закрываем. Очень важный момент. Закрывайте с одной стороны. Так. А теперь выдавливаем воздух. И пальцем придавливаем. Обрезки не выбрасывать. Кладем обратно в мешок. Соединяем. У нас с вами с таких обрезок получится еще два чебурика. Из того теста, которое мы с вами сегодня приготовили, осталось два куличика. И вот фарш. То есть все, что мы с вами запланировали, то мы с вами и получим. Давайте заканчивать. Включайте свой фритюр. 180 градусов. Приготовьте таймер. Целевое время приготовления ваших чебуреков 2,5 минуты. Не более. Мы очень любим в семье утку. Просто прелесть. Замечательный вкус. Невероятный. А вот в чебуреках, в мантах утка. Ой-ой-ой. Воздух выдавили. Выдавили. Я делаю еще вот так вот. Видите? Раз на муку и обратно. И уже заканчиваем. Ну, в принципе, вот тесто, которое осталось. Друзья, приготовьте противень, большой лист. Застелите его, не жалея бумагой кухонной. Начинаем. 180 градусов. Начинайте с первого чебурека. Помните, вы должны следить за температурой. 180 градусов. Если будет ниже, ждите, пока нагреется. Когда работаете с фритюром, ни в коем случае не выпивайте, не пейте воду, не отвлекайтесь. Так, чтобы дети рядом не стояли. Так. Передически переворачивайте. Слышим звук, да? Готов. Две минуты прошло. Ну вот. Мы слышим, да? Закипело внутри. Все, готово. Ну и потом, ребята, вы же должны помнить, что утка, это такая птица, которую можно кушать и с кровью. Вы же помните, я уже готовил вам утиную игру. Это не курица и не свинина. Поэтому, если у вас нет баранины, которую можно тоже кушать с кровью, то уткой это отличная альтернатива. Наша эпопея закончилась. Как я и говорил, 17 штук наших чебуречков. Насколько я знаю, принято кушать чебуреки с айраном. Это молочный напиток, кисломолочный типа кефира. Или же кофе. Ну, конечно же, для меня, для старого студента, бывшего, который прошел уже Крым и Рым, чебуреки, это, конечно, ассоциация с пивком. Вот, замечательное чешское пиво. Холодное. Закончился трудовой день. За вас, мои друзья. Ну, давайте посмотрим, что же у нас здесь есть. Вот такой вот он, нежный, мягкий. Ну, посмотрите, какая красота. Ну-ка. О, как же он пахнет, боже мой. Какая красота. Ароматное. Тесто, видите, какое нежное, мягкое, просыпчатое. С пивасиком. Это просто сказка. Приятного аппетита. Вот наши замечательные чебуреки. На сегодня все. Надеюсь, что вам было интересно. Вы чему-то научились, узнали что-то новенькое. Увидимся в следующий понедельник. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!